Дистанционный учитель – это конкурс для педагогов, которые в своей работе активно используют современные технологии. Состязания для всех учителей, которые проводят уроки онлайн так, что и знания усваиваются, и детям нравятся, и скучно не бывает. Принять участие в конкурсе, поделиться опытом и рассказать о ноу-хау решил учитель физики 45-го лицея при ЛГТУ Любовь Круглова. На суд жюри женщина представила внеурочную работу со школьниками в онлайн-формате. Любовь Александровна рассказала, что сложности в организации дистанционных уроков не бывает, подвести может лишь техника. Пришлось, конечно, подготовиться специально, задания поискать, чтобы они соответствовали и возрастным особенностям детей, и чтобы было интересно, и чтобы ходили за рамки учебника, и учителя привыкли к этому. И каждый педагог нашей школы сможет провести любое занятие дистанционно, и презентацию загрузить, и тестирование сделать. Конкурс этот не новый. С 2015 года в конкурсе приняли участие 36 педагогических работников Ульяновской области. В этом году за звание «Лучший дистанционный учитель» борется пять участников. Состязание состоит из двух этапов. Первое – представление методических материалов. Их оценивает экспертное жюри. После чего определяются победители и призеры в двух номинациях – учебный урок и внеурочная деятельность. Второй этап конкурса самый интересный и захватывающий, я считаю. На этом этапе участники конкурса проводят занятия с детьми в реальности, вживую, как раз с использованием дистанционных образовательных технологий. Их разработанных методик, их инструментов. Дистанционное обучение за время пандемии стало частью жизни каждого. За это время педагоги отточили мастерство в использовании современных технологий на уроках. Сейчас все школы подключены к высокоскоростному интернету и обеспечены необходимым оборудованием для проведения уроков в онлайн-формате. Это позволяет также использовать дистанционные технологии на обычных уроках. В этом году в регионе реализуется проект по подключению единой сети передачи данных для школ. Ставится специальное оборудование в каждой школе. Это криптошлюз, который обеспечивает в том числе и фильтрацию контента для детей, которые занимаются в компьютерных классах школы. Естественно, весь контент тщательно проверяется. Адаптироваться к онлайн-формату успели и сами ученики. На дистанционном обучении на самом деле очень удобно обучаться, так как много свободного времени. Можно распланировать, обучаться более углубленно, смотреть дополнительные информации в интернете. По итогам конкурса методические работы победителей опубликуют на образовательном портале Министерства просвещения Ульяновской области. Алина Тихонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.